Для отображения списка имен достаточно нажать на горячие клавиши Ctrl F3. Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии мы рассмотрим функциональные клавиши F1, F3 и различные комбинации с ними. Первая клавиша, которую мы рассмотрим, это клавиша F1. F1 открывает справку непосредственно в интерфейсе Excel, что позволяет в разы ускорить поиск нужной информации относительно Excel. В строке поиска мы можем ввести функцию или опцию программы IND, получить статью и градкое видео по нашему вопросу, которые будут подтянут с официального сайта разработчика Microsoft. Также мы можем воспользоваться поиском в интернете, нажав сочетание клавиш Windows F1. У нас откроется поисковая система Bing, в которой мы можем продолжить поиск информации. Чтобы увеличить область просмотра рабочей книги, мы можем воспользоваться горячими клавишами Ctrl F1, что свернет ленту инструмента и увеличит область просмотра на 4 строки. В том случае, если данной области просмотра для нас недостаточно, мы можем воспользоваться горячими клавишами Ctrl Shift F1, чтобы свернуть ленту инструментов и вкладки. Таким образом, область просмотра увеличится на 8 строк. В том случае, если нам необходимо вставить листы в рабочую книгу, можно воспользоваться комбинацией клавиш Alt Shift F1. Листы будут вставлены слева от активного листа. Чтобы вставить диаграмму, нам необходимо выделить данные, из которых она будет состоять, и нажать сочетание клавиш Alt F1. В умолчании будет построена гистограмма, которую мы можем изменить через вкладку конструктор. В данном случае, мы построим график PlanFact. Сейчас на экране вы можете увидеть горячие клавиши. Для удобства можно их группировать по следующему принципу. F1 Win 1 – это справка. Ctrl F1, Ctrl Shift F1 – это свернуть ленту, свернуть вкладки. Alt Shift 1 – вставить лист. И Alt F1 – ставить диаграмму. Следующая клавиша, которую мы рассмотрим, это клавиша F2. Она устанавливает курсор в крайне правое положение, в содержимое ячейки. Таким образом, выделив ячейку и нажав F2, мы установим курсор справа от значения. Это очень удобно при редактировании текста или формулы. В том случае, если нам необходимо вставить примечание, мы можем использовать горячий клавиши Shift F2. Будет вставлено примечание, и чтобы его сохранить, нам необходимо нажать Escape. Если в ячейке уже установлено примечание, мы можем его отредактировать, нажав такую же комбинацию клавиш. Shift F2. Встретив в окно предварительного просмотра перед печатью, можем нажав сочетание клавиш Ctrl F2. Откроется окно Печать. Для сохранения книги как мы можем воспользоваться горячими клавишами Alt F2, которые откроют стандартное окно сохранения книги. Для того, чтобы отредактировать формулу, мы нажимаем F2, переходим к редактированию формулы. Для того, чтобы вернуться к выделению диапазонов, мы еще раз нажимаем F2 и переходим к выделению диапазонов в листе с формулами. Функциональную клавишу F2 можно представить следующим образом. F2 – редактирование формул и значений. Shift F2 – редактирование примечаний. Ctrl F2 – предварительный просмотр. И Alt F2 – сохранить книгу как. Для решения следующей задачи мы будем использовать имена. Для того, чтобы задать имя, нам необходимо выделить данные, нажать сочетание клавиш Alt F3 и вписать имя данных. В том случае, если есть необходимость задать имена по строкам или по столбцам, как в данном случае, мы можем воспользоваться комбинацией клавиш Ctrl F3 и указать программе, откуда именно нужно взять имена. Для отображения списка имен достаточно нажать горячие клавиши Ctrl F3. Также мы можем выделить список имен, нажав Shift и стрелку вверх и удалить, если в этом есть необходимость. Для использования имени в формуле нам достаточно нажать F3 и начать вот слово. Допустим, база. И еще раз это закрепим. То есть мы можем написать функцию, нажать F3, начать вот имени и оно автоматически подтянется. Также можно использовать просто простой набор и начать набирать апрель. Имя автоматически подтянется и с помощью клавиши Tab мы можем его добавить в функцию. При ручном вводе функции нам достаточно нажать комбинацию клавиш Shift F3 и мы попланируем документы функции, в котором также у нас будет работа поиска имена. В случае, если ячейка закрыта и нажать Shift F3, откроется поиск по функциям, которые мы можем использовать для нахождения нужной нам функции. Первые две комбинации для ручного и автоматического создания имен. F3 вставить имя. Shift F3 в открытой ячейке. Перейти в аргументы функции. Shift F3 в закрытой ячейке. Перейти к поиску по функции. Ctrl F3 открыть диспетчер имя. Файлы, по которым я проводил этот урок, можно найти под видео. На этом все. В комментариях поставьте оценку от 1 до 10. Если было видео максимально вам полезно, поставьте 10. Ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. Новые выпуски в каждый вторник. До скорой встречи, друзья.